Терпедовцы идут в атаку. Нильсан. Хорошая передача. Никитенко бросок над перекладиной шеи. Воробьев бросает. Борьба здесь на пятачке. Проскочил здесь Тюрнберг. Бросок по воротам. Гол! Не успел среагировать сейчас Тарасов. Возможно, посчитал, что будет Тюрнберг делать передачу. В целом случае, легионер Нижегородцев всем севидом показывал, что так и будет. А сам бросил из-под защитника. И шайба проскочила там где-то по щитками у Тарасова в ворота. 1-3. Не удалось сухой матч провести им Вадиму Тарасову. Ну и времени еще много у Торпедовцев на то, чтобы попытаться побороться, постараться вернуться в игру. 14 минут и 43 секунды еще остается играть. Смотрим повторной заброшенной шеи. Вы видите, в момент обыгрыша бросил. А Тюрнберг... Бросок перекладина. Вот это бросок сейчас был. Просто бросил шейбу. В зону и Варнаков уже в атаке. Бросок. Противоход Тарасову атаковал сейчас Варнаков. Еще момент не закончился. Здесь как-то нерасторопно действовали на свою борьбу. Шайба и завладел. Постопилачок. Бросок. Выручает Тарасов после броска Эллисона. Позволил сейчас Алексей Цветков бросить в центр фору. Торпеды. Еще один бросок. И вновь Тарасов здесь трудится в поле. Шефер. Ну, можно и бросить. Бросок. Добивание. Гол. Ковыршин оформляет дубль. 4-1. Но, пожалуй, что на этом все ясно. В этой игре не трудно сосчитать уже с какой попытки, но Северсталь все-таки реализовала сегодня численное преимущество. Здесь ничего не смогли поделать торпедовцы на своем пятачке. Ну, а то около один сражался против сразу нескольких хоккеистов. И Ковыршин таки добил шайбу у ворота. Смотрим еще раз. Здесь, да, упустили Ковыршина. Два игрока торпеда, но никто из них не мешает. А Ковыршину. 4-1. Ну что ж, три шайбы в активе Звена Ковыршина. Хотя сейчас был такой смешанный состав. Немножко на площадке. Тем не менее, два гола Евгения. Вновь образованный. Вот момент у торпедовцев. Бросок. Держа шайба. Таразов увидел ее первым. Шибачев. Перевод на страх. Убросок. Не точно. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова